Пенсионная грамотность Молодые люди имеют возможность с первых дней самостоятельно в трудовой жизни формировать будущую пенсию и влиять на ее размер. Большинству из этих учащихся еще только предстоит получить свою первую заработную плату. Как показывает опыт, после окончания Ишкаролинского строительного техникума выпускники либо продолжают учебу в вузах, либо сразу устраиваются на работу. Если мне работодатель предложит большую зарплату в конвертах, конечно, я от этого откажусь. Я лучше буду получать все честно, легально, все законно. И потом будет хорошая пенсия. Зарплата в конвертах – лишь один из способов лишить себя в будущем достойной пенсии. При так называемых «серых» схемах начисления заработной платы сотрудникам, отчисления в пенсионный фонд от сомнительных работодателей не делаются вовсе или поступают в минимальном размере. Предупредить об этом – задача номер один. В качестве шпаргалки для молодежи даже выпустили новое учебное пособие. На мой взгляд, такие лекции будут для нашего поколения очень интересны, потому что все-таки мы заканчиваем техникум, и, возможно, кто-то не поступает и пойдет работать. Хотелось бы узнать, как это формируется, на чем это все складывается. Рассчитать свою примерную будущую пенсию активным пользователям интернета – в эту категорию обычно как раз попадает молодежь – можно с помощью пенсионного калькулятора. Сервис доступен на портале госуслуг, а также на официальном сайте пенсионного фонда. Отвечайте на 11 вопросов, в числе которых предполагаемый ваш трудовой стаж, количество детей, размер официальной зарплаты. Стоит отметить, что с этого года в России действует новый порядок расчета пенсии. Основа все-таки осталась та же самая, то есть чем выше заработная плата, чем выше стаж, тем, соответственно, в будущем будет и больше пенсии. Но здесь единственный момент, значит, новое назначение пенсии переводится на больную систему. То есть гражданин ежегодно должен быть с учетом перечисляемых страховых взносов и стажа будет получать пенсионные баллы, в соответствии, которые будут в будущем участвовать в формировании пенсии. Во всех муниципальных образованиях наши сотрудники, наши коллеги проводят данное мероприятие. Оно проходит в различных форматах, где-то в виде дня открытых дверей, где-то действительно в виде лекций, факультативных занятий. В период до второй половины декабря ознакомить нашу молодежь, в первую очередь, с нововведениями, именно основами пенсионной грамотности. Страховая пенсия по старости рассчитывается по такой формуле. Сумма ваших пенсионных баллов умножается на стоимость одного пенсионного балла в году на значение страховой пенсии и прибавляется сумма фиксированной выплаты. В год работник может сформировать максимум 10 баллов. Сейчас в России один балл стоит чуть более 70 рублей. Фиксированная выплата около 4300. При этом баллы вы можете зарабатывать, даже если находитесь в отпуске по уходу за ребенком или служите в армии. Что касается возможного повышения пенсионного возраста в России, эту идею обсуждают уже несколько лет подряд. Пока это лишь предложение, которое вряд ли будет принято в ближайшие годы. В то же время сейчас за более поздние обращения за страховой пенсией назначаются премиальные коэффициенты. Другими словами, чем дольше человек работает, тем выше будет размер его пенсионных выплат. В присложившейся ситуации и по опыту знаю, как женщины работают, так лучше уж можно увеличить. Конечно, хорошо, если это увеличит. То есть это пойдет на увеличение в будущем. Мы должны думать не только о нас, о наших сегодняшних пенсионерах, но и о пенсионерах, которые потом будут, наши дети. Наверное, и за. Да, да. Против, конечно. Почему? Как есть, лучше так. Допустим, женщина в 55 лет уходит на пенсию, по состоянию здоровья ей тяжело уже работать. Мне кажется, даже за большие деньги очень сложно работать, когда у тебя плохое здоровье. Думаю, что за. Ну, с трудовой деятельностью человек должен достойно жить дальше, после выхода на пенсию. Думаю, что так правильно будет. Категорически против. Почему? Ну, как почему? Люди и так болеют. Многие мужчины, особенно, до пенсии не доживают. Я не знаю, мне кажется, так с моей окладом, так скажем, с моей зарплатой, я бы хотела, если, конечно, все нормально будет, я бы хотела и на пенсии быть, и еще работать. Мы за то, что пенсии будет больше, но против того, что многие люди не доживают до пенсии, я считаю. Тогда надо развивать спорт, и чтобы здоровый образ жизни был не только на бумаге, а нас к нему побуждали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова